И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 28 июня и киевское время 19 часов. К сожалению, очередное утро, очередная трагедия. Краматорск удар, хочется сказать фашистскими, оккупантами по объекту общественного питания, который они сочли, видимо, военным объектом и нанесли туда ракетный удар. На данный момент количество жертв трагедии 11 человек погибшими и 61 человек раненый. Из пострадавших трое детей, 17 и 14 лет. 14 лет две сестры. Я так понимаю, они двойняшки или близняшки? Ну, это не меняет сущности. Также ранен 8-месячный ребенок. 8-месячный ребенок. Вот это достижение русского, это лицо русского мира. Точнее, не достижение, а лицо русского мира. Вот такие они русские. Ну, а мы с вами начинаем обзор и поговорим еще сегодня о Краматорске и не только о самом теракте, но и о последствиях, которые наступили сразу, практически в течение суток после этого теракта. И которые дают нам надежду на то, что и тенденцию к тому, что таких трагедий в будущем будет как можно меньше. Ну, а начнем мы сегодня с приятной еще новости. Это с приятной новости то, что сегодня день Конституции Украины. Основной закон Украины был принят 28 июня 1996 года. Я помню это принятие Конституции. Тогда, кстати, был интересный момент. На тот момент президент Кучма, вопрос там стоял, было много поправок, желающих внести поправки. И депутаты остались там, их оставили там до момента проголосования за Конституцию. То есть президент Кучма на тот момент, точнее будучи президентом, настоял на том, чтобы пока они не примут основной закон Украины, страна не может жить без основного закона, из зала никто не выйдет. Голосование состоялось, если я не ошибаюсь, там 5 часов утра. Они все совещали, спорили, обсуждали, дебатировали. В результате Конституция все-таки была принята. Ей уже 27 лет. И это наша действующая Конституция. Она действует, в Украине она действует одна из первых Конституций в мире. Почему? Потому что, которая определила основы государственного устройства, формы правления и очертила государственные границы. Первая Конституция Украины, которая считается, это Конституция Филиппа Орлыка. Она была принята в 1710 году. Так что фраза, что Ленин придумал Украины, как говорит Путя, можем теперь его так называть, интернет присвоил ему практически такое название, не соответствует действительности. Ну а теперь по оперативной обстановке. Оперативная обстановка сложилась следующим образом. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские войны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг несет значительные потери в личном составе вооружений и техники и отступает. Что надо отметить, что практически на всех направлениях отступает. Где-то темпы нашего продвижения быстрее, где-то медленнее, но тем не менее мы движемся вперед. Мы идем и освобождаем свою территорию. Вместе с тем наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Раздоловка, к северу от Солидара, к югу от Просковеевки, в районах Железнянского, Берховки, Клещевки и Курдюмовки. Кстати, в районе Курдюмовки наши воины на дамбе подняли украинский флаг. Для того, чтобы оккупанты могли созерцать и понимать, что это наша земля и что везде будет пановатый Украина. Также наши войска закрепляются сейчас на достигнутых рубежах и в принципе по всей линии фронта идут очень тяжелые бои. Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Ночью 28 июня ПВО наших сил обороны уничтожило 6 барражирующих боеприпасов типа Шахет-136. То есть этой ночью было уничтожено 6 шахедов. Атаковали русские оккупанты с юго-восточного направления. За прошедшие сутки российские захватчики также нанесли удары по территории Украины. Для этого задействовали 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 2 зенитные управляемые ракеты С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ракеты Х-22 были направлены по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Вот это супер секретный дачный кооператив, это по мнению командиров военный объект. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение общественного питания в городе Краматорск. И частный сектор населенного пункта Беленькой, Донецкой области. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети, взрослые, мирные люди. Ну, я уже вам сказал статистику, еще раз напомню, количество погибших 11, это на момент, это запись, еще есть тяжело раненые в больницах, дай бог, чтобы они, конечно же, выжили. 11 погибших, 61 раненые, это по данным национальной полиции. По уточненным данным нашего воздушного командования, российские войска ударили по Краматорску ракетами «Искандер», то есть не ракета С-300, но ракета «Искандер». Это ракета с осколочно-фугасной головой, с 1500 килограмм тротила в голове этой ракеты и дальность ее пуска до 500 километров. Среди погибших, как я и сказал, 17-летняя девушка и две 14-летние сестры. Ранен 8-месячный малыш. Что надо отметить? Вот что я хотел сказать о Краматорске. Я так понимаю, что наша служба безопасности Украины учится, реформируется, учится и начинает более эффективно работать. Все-таки Василий Малюк внес свою лепту в реформирование этой службы. И контрразведка СБУ на следующий день после ракетного удара по этому кафе задержала российского наводчика. Корректировщиком удара по объектам оказался расконсервированный агент управления, главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации. Мы знаем более, главное управление ГШМО РФ, это бывшее главное разведуправление. В советское время называлось ГРУ, которого там все якобы боялись. Ну, читали мы книжки, как описывали ГРУ. Так вот, перед ударом агент осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом авто. Тут очень важно по информации. После этого переслал отснятый файл связному и через некоторое время в кафе прилетели ракеты. То есть, внимание, о чем говорит служба безопасности Украины? Она говорит о том, что они выбирают объекты, где большое скопление людей, гражданских людей. То есть, это было сделано специально. Он отснял объект, показал, что там есть люди, что он работает, отправил файлы. И сколько там времени прошло, незначительное количество времени. И ракетчики нанесли ракетный удар. В службе безопасности Украины понадобилось меньше суток, чтобы выявить и арестовать. Которому теперь грозит пожизненное заключение. Он уже дает показания и рассказывает, кто с ним работает, кому он пересылает файлы и все такое остальное. Вообще, контрразведка стала приоритетом в деятельности службы во время военной. На сегодняшний день, можно сказать, точнее не можно сказать, а я вам оглашу статистику, вычищены мощные российские сети по всей стране. Мы довольно часто слышим, что СБУ там задержала, там задержала. Как говорили ранее, СБУ с начала войны разоблачило более 300 российских агентов. Некоторые из них уже получили большие сроки за госизмену, а некоторых, как рассказал глава службы безопасности Украины Василий Малюк, удалось перешнуровать. Ну, я думаю, что вы догадались по смыслу этого слова, да, и их используют для дезинформации врага. То есть, теперь эти агенты работают на нашу контрразведку и доносят до врага те сведения, ту дезинформацию, которая нужна, надо донести до командования. Ну, в общем, хочу сказать, что наказание неотвратимо все равно. Как бы долго агенты не скрывались, как бы они не действовали, наказание все равно наступит. В этом плане, слава богу, у нас есть реальные фамилии, реальные люди, которых задержали, которых доказали их причастность, и они получили или в ожидании справедливого суда и приговора, либо уже осуждены и начали отбывать наказание. Так что, в этом плане надо отдать должное, контрразведка службы безопасности Украины работает. Далее, вероятность нанесения авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. Противники дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тоже тяжелые бои, но и в течение прошедших суток на этих трех направлениях состоялось более 30 боевых столкновений с войсками агрессора. Здесь противник продолжает, вот это три направления, где они сохраняют еще наступательный потенциал и продолжают атаковать наши позиции. Причем, обратите внимание, Бахмутское направление у нас упоминается и в контрнаступлении наших войск, и в оборонительной операции наших войск. То есть, там мы фактически ведем встречные наступательные действия. Правда, они немножко разнесены по местности, и это не встречный бой, как я вам уже рассказывал. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Про лагеря Вагнеровцев мы уже поговорили, я сегодня там еще дополню, есть новая информация. Ну, а в военном плане там все остается без изменений. Формирование наступательных группировок мы в Беларуси не наблюдаем. Ну, я думаю, что в ближайшее время вряд ли будем наблюдать. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник авиацию не применял, слава богу, но наносил минометные артиллерийские обстрелы по более чем, нанес точнее, более чем 20 населенным пунктам во всех трех областях Черниговской, Сумской и Харьковской области. Копинско-Лиманское направление, тут враг совершал безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки, ввел артиллерийские обстрелы, применял авиацию. Линия фронта не изменилась, наши войска отбили все атаки, нанесли поражение противнику, он откатился на исходные рубежи. Но, тем не менее, видите, здесь изо дня в день враг не считается с потерями, кстати, здесь примерно повторяется ситуация такая же, как была на Бахмутском направлении. То есть, они бросают в бой пехоту каждый день, с утра до вечера, по несколько атак в день. Никто не считает потери, ни в технике, ни в личном составе, просто вот у них там есть довольно большая, я говорил, там довольно большая группировка на этих двух направлениях. Плюс там рядом Российская федерация, и им легко подвозить боеприпасы, технику и личный состав. И они просто везут и продолжают атаковать наши позиции. Их не смущает, что гибнет такое количество личного состава, их не смущает, что мы отбиваем все атаки, но они продолжают пытаться нас атаковать. Бахмут. Здесь бахмутское направление, здесь враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Это то, что я вам говорил, успеха не имел, тоже понес потери, откатился на исходные рубежи. От вражеских артиллерийских районов пострадало более 15 населенных пунктов. Наши войска на бахмутском направлении, ну практически мы, вот я сказал уже, в районе Курдюмовки, мы, ну так, зачистили на западном берегу канала полностью, все зачищено. От войск, плацдарм ликвидирован. Далее мы имеем в районе, в направлении Клещевки мы продвигаемся, и в принципе, я так понимаю, что вопрос взятия Клещевки, это вопрос ближайших дней. Оборона выстроена, как говорят наши военные, там очень довольно неплохо, надо отдать должное врагу, окопались они там основательно. Но, тем не менее, даже хорошая инженерная подготовка оборонительных рубежей не спасает русские войска от их поражения. Авдеевское-Маринское наступление. Здесь противник проводил наступательные действия в основном в районе Маринки и в районе населенного пункта Победа. То же самое успеха не имел, линия фронта без изменений. Бердянское направление. Тут враг совершил безуспешные наступательные действия, внимание, направлении села Равнополь. Ну, населенного пункта Равнополь. О чем это говорит? Это говорит о том, что они пытаются контратаковать. Мы их выбиваем с позиций, они отступают. Тут же командование собирает какую-то часть пехоты и бронетехники и бросает их в ответную атаку. Считая, что пока мы не закрепились, попытаться выбить нас из тех рубежей, на которых мы закрепляемся. Ну, это, в принципе, нормальная практика ведения боевых действий. Поэтому, вот часто мы будем встречать такие фразы, вот как здесь, да, что мы вчера говорили с вами, Равнополь освобожден, Времовский выступ срезан, противник отошел, и тут бах, противник проводит наступательные действия в направлении населенного пункта Равнополь. Это контратака, которую мы отражаем и тем самым мы закрепляем за собой этот рубеж. Все. Ну, редко, когда бывают повторные, там вторая, третья контратака. Обычно сходу делают одну контратаку, если она не удалась, значит откатываются назад и начинают быстро оборудовать новый рубеж обороны, понимая, что мы дальше можем начать движение. На Запорожском направлении здесь ситуация без изменений, идут бои, наши войска продолжают давить на оборону противника. Надо отметить, что продвижение очень довольно затруднено, потому что, ну, все заминировано, все абсолютно. Каждый куст, каждый метр земли заминирован, и поэтому продвижение очень-очень сложное для наших войск. Но, тем не менее, мы сейчас перегруппировываем свои войска и меняем тактику в связи с минированием местности, мы меняем тактику ведения боевых действий. Поэтому на Запорожском направлении особых изменений нет, идет перегруппировка войск, но все равно мы продолжаем вести наступательные действия и на Запорожском направлении. Ну и остается у нас Таврийское направление. Здесь противник продолжает оборонительные бои. К сожалению, на сегодняшний день пытается выйти на левый берег Днепра, пытается начать там какие-то оборудовать новые позиции. Вот, мы, где-то он успевает выйти, успел точнее выйти, где-то не успел. Я так понимаю, что левый берег уже поделен. Вот, к сожалению, пока мы не слышим официального подтверждения от нашего военного руководства в плане ситуации по левому берегу. Но такой себе получается уже секрет Полишинеля, потому что многие средства массовой информации обсуждают обстановку на левом берегу реки Днепр, особенно напротив Херсона, что якобы наши войска высадили там десант и удерживают там плацдам, даже его расширяют. Но российские военкоры там трубят в трубы тревогу, что все пропало, что Украина высадилась на левом берегу и они ничего не могут с этим поделать. Поэтому пока вот так вот, крупными мазками, или можно обрисовать ситуацию на таврийском направлении, сказать более конкретно, где плацдарм, какой, каких он размеров, кто высадился на этом плацдарме, мы, к сожалению, не можем. На данный момент ждем официальной информации от нашего военного руководства. Далее, по оккупированным областям, здесь, в населенном пункте Горностаевка Херсонской области, оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины, или погибших в результате боевых действий. Похищенное жилье маркируется табличками «Собственность Органской Федерации». Вот даже до такого они докатились, то есть они проводят экспроприацию жилья, то есть недвижимое имущество наших граждан. Ну, то есть, закон тайга, медведь хозяин. Вот еще раз, еще раз лицо русского мира, бойтесь русского мира, не дай бог вам с ним столкнуться, как это произошло у нас. Авиация Сил Обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника. 6 ударов по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типа «Орлан-10». Артиллерия наша поработала за сутки и поразила 1 пункт управления войсками противника, 2 зенитно-ракетных комплекса «Бук», 4 района сосредоточения живой силы и техники противника, вооружения и другие важные цели врага. Всего за прошедшие сутки Силы Обороны Украины ликвидировали. Личного состава российских оккупантов 930 человек. Техники оккупационных российских войск за сутки уничтожены. Боевых бронированных машин 13 единиц. Артиллерийских систем 6 единиц. Реактивных систем залпового огня 1 единица. Средств ПВО 1 единица. 7 беспилотников оперативно-тактического уровня. И 2 единицы автомобильной техники. Вот такой вот урожай собрали Силы Обороны Украины за прошедшие сутки. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.